You're my Miss Ride, Miss Ride, the new stuff in Miss Ride Индустрия развлечений Южной Кореи издавна славится своими талантливыми артистами, которые преуспевают в различных областях от музыки и танцев до актерского мастерства. Южнокорейские актеры производят впечатление своей визу субречной игрой. Многие люди могут не знать, что некоторые знаменитости когда-то были стажерами-айдолами, прежде чем перейти в мир актерского мастерства. Давайте посмотрим на 7 мужчин, которые в прошлом были стажерами-айдолами, а теперь стали широко известны в актерской индустрии. Пак Багом Пак Багом – это прекрасный пример того, кто успешно перешел из мира кей-поп в актерскую сферу. До своего актерского прорыва он был трейни-айдолом, и именно роль в популярном драматическом сериале «Ответ» в 1988-й привела его к славе, где он смог продемонстрировать свой исключительный актерский талант. Ли Чон Сок Ли Чон Сок известный своей яркой внешностью и харизмой, и рассказал, что он был стажером в SM Entertainment около трех месяцев, чтобы дебютировать в качестве рэпера, но потом отказался от этой идеи и принял решение полностью посвятить себя актерской деятельности. Благодаря своим ролям в таких драмах, как «Пиноккио» и «W между двух миров» имя Ли Чон Сок стало нарицательным. Су Ин Гук Су Ин Гук прославился после победы в реалити-шоу «Суперстар Кей». Хоть изначально он был сосредоточен на музыкальной карьере, его универсальность и врожденные актерские способности привлекли внимание, что побудило его полностью посвятить себя кино. Он дебютировал в драме «Дождь любви» и продолжил демонстрировать свой талант в таких работах, как «Вернуться в 1997» и «Повелитель солнца». Ким Мин Гю Звезда священного айдола и делового предложения, когда-то был трене-айдолом. Во время интервью на NBC Radio Star он поделился, что прежде чем стать актером, он около месяца обучался кип-поп-стажером. Группа, с которой он тренировался перед их дебютом, называлась «Seventeen». Он также появился в реалити-шоу «I can see your voice». Анхё Соб Анхё Соб, сыгравший главную роль в популярной дараме «Деловое предложение», когда-то был трене в JYP Entertainment. Он тренировался около трех лет и почти дебютировал вместе с «God Seven», но потерпел неудачу из-за своего роста и навыков. Вместо этого он нашел свою страсть в актерской деятельности. Он снимался в таких дарамах, как «Учитель», «Ким Доктор Романтик 3», «Алые небеса», «Бездна» и т.д. КИМ МИНДЖЕ Ким Миндже был популярным стажером в CJ Entertainment и тренировался около четырех лет. Он был тренинг компании в первом поколении, специализирующем всем на рэпе и принимал участие в музыкальных выступлениях агентства до 2014 года. В 2015 году он участвовал в шоу «Me the Money for». Он снялся в таких драмах, как «Часунский психиатр», «Юсэп Бун», «Дай Лидерский принц», «Учитель Ким», «Доктор Романтик» и т.д. КИМ МИНСОК Ким Минсок, известный главной ролью в фильме «Акула. Начало», хотел стать айдолом. Он даже участвовал в программе прослушивания на выживание «Супер Старки 3». Его актерская карьера началась с драмы «Заткнись и играй» и с тех пор он полностью посвятил себя кино. Вот некоторые из его работ «Курьер», «Врачи» и «Подсудимый». А на этом пока что все. Ставьте большой пальчик вверх, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аннён!